Всем привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет пятничное чтение и давайте же поскорее начнем, и я вам покажу, что я хочу прочитать за эти выходные. Планы я себе поставила не очень большие, но при этом не маленькие. И одной из планов будет книга. Это будет продолжение Киры Каст, я не знаю, что это трилогия у нее или что. Ее отбор, и книга называется Единственная. Я думаю, что многие ее уже знают, вышла она не так давно. И наконец-то я буду читать продолжение, мне уже интересно, чтобы дальше, конечно, мне недавно проспойлерили, что будет в этой книге, но ничего страшного, у меня все равно не отпало желание ее прочитать, я пытаюсь притупить эти мысли, которые мне сказали, то, что вот случится так-то, так-то. Нет, я пока сама не узнаю, я не поверю ни единому слову. Хотя я все равно спойлеры не люблю. Вы читали общий отбор? Вот напишите мне в комментариях, отбор Элиту, Принц и Гвардеец, читали ли вы. Меня вот ждет сегодня, я еще не начинала читать, но думаю, что сегодня ближе к вечеру начну. Мне уже интересно, что там будет. И второй книгой будет книга, которая стоит у меня на полке уже с января месяца, и вообще я поставила себе такое условие, что, Маша, прочитай книги, которые ты купила в прошлом январе, потому что уже новый январь скоро будет, и ты еще не дочитала. Я так подумала. Подумала и решила, что все-таки да, я буду читать книги, которые купила в январе, и одной из этих книг является книга «Век чудес» Карен Томпсон Уокер. Она стоит у меня уже год, но не тянет мне ее прочитать. Я начинала ее читать два раза, я закончила на первых десяти страницах, не потому что она меня не зацепила, а потому что мне хотелось читать что-то другое, и вот какое-то все было не такое, не знаю, мне она настолько вот не внушала доверия, и все из-за того, что там говорилось, что в первых же строчках было упомянуто, что все дела в этой книге происходят во время войны. А я не очень люблю тематику войны, поэтому меня эта книга очень сильно начала как бы так бесить. Ну, нет, надо взять себя в руки и прочитать, тем более, что не так давно я прочитала книгу Анны Шихан «Долгий-долгий сон», и мне почему-то всегда казалось, что та книга и вот эта книга, они чем-то как будто связаны. Я не знаю, с чем это связано, но у меня в голове создалась какая-то такая цепочка, поэтому все, нет, они связаны, поэтому я должна прочитать и эту книгу. В общем, с моей логикой, с моим мышлением это вообще, что называется, женская логика. Но тем не менее, вот такие вот у меня планы... Блин, какая она мягкая, такая прикольная. Ну, такие вот у меня планы на ближайшие выходные, я хочу прочитать целиком единственную. Возможно, я сегодня даже за вечер прочитаю, но хотя вряд ли. Может, сегодня за вечер, завтра, как раз за полдня. И как раз начну век чудес, и... Эх, надо читать. Одну хочу, одну как бы надо, но как бы уже тоже хочется. В общем, в этом вся я. И хочу еще немножко поговорить с вами об этом фоне. Я знаю, что сейчас большинство зрителей разделились на за и против этого фона. Мне фон, наверное... Ну, фон, может быть, мне даже не очень нравится. Я попытаюсь с ним что-то сделать, но освещение я оставлю вот это вот. Сидеть я буду тут хотя бы несколько времени, пока... Мне стыдно у родителей просить деньги на те же самые софтбоксы. Освещение, лампочки я пробовала в ближайших трех видео в разных интерпретациях. Везде свет мне не нравился, и поэтому я перебралась сюда. Я буду сном копить на софтбоксе. Я не знаю, сколько займет это времени, но там уже что-нибудь придумаю. И да, я вроде бы больше ничего не хотела сказать. На этом все. Всем удачи, хорошего настроения, и впереди выходные. Скоро Новый год. Ура! Ужас. Зима, декабрь месяц, в понедельник уже зима будет. Вы представляете? Нет, нет. На улице уже зима. Минус 30. Напишите, какая у вас погода на улице. У нас минус 30. Мы хорошо живем. Ладно, все. Не буду больше болтать. Всем хорошего настроения, удачи и пока!